Муз-поход 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 музыкальные отделы, какие-то точки со всеми подружил, собрал у них на время, выбирал лучшее, ставил эфир. Проблем с этим не было. Была проблема в том, что в любой программе должны быть новости. Если это музыкальная программа, там должны быть музыкальные новости. А как их иллюстрировать, если нет картинки, есть только какие-то вырезки газетные, которые мы углублялись и снимали это все. Но этого было мало для того, чтобы сделать этот фрагмент программы интересным. Я думаю, ну надо же как-то на это все разнообразить. Я придумал такую вещь, что вроде бы как мы, наша программа заключила договор с австралийским подразделением MTV. Мы сделали заставочку, я вымазался короче кремом и буталином черным, надел парик, вроде бы как дреды. От кольца рубашку вот эту, чтобы она такая какая, ямайская такая была, немножко жилетку одел. И вот этот вариант, я там молол какую-то чушь, разбрасывал какие-то бумажки в студии. Здесь была надпись Австралия MTV. И мы это записали, наверное, часа полтора. А потом, исходя из того, какая динамика была в новостях, надо было, руками подетели не надо было, надо было читать, не читать. Мы просто брали вот эти куски и перекрывали теми картинками, которые мы находили в журналах или там в музыкальных изданиях. Так продолжал где-то год, пока меня не распознали по зубам. У меня же кривые зубы. И там, что-то в этом не так. Этот парень на кого-то похож. Он на что, обманывал целый год? Это был Николай Солодков. А мы, говорит, думали, что это действительно какой-то, какой-то ваш там сотрудник, кем-то договорились, что с Австралии присылают вам записи и специально там озвучивают для вас какие-то новости. То есть целый год люди не понимали, что вот в кадре вот этот вот негр, это, собственно, я и есть. То помидорами не закидали? Нет, не закидали, это было интересно. Потом были другие всякие эксперименты. Да, вот они удавались. Интересно было. Все, что сейчас напрашивается на язык, да, действительно, время было другое. Я не знаю, если бы мы сейчас начали так на канале импровизировать, что бы с нами делал главный редактор. Просто там же бы закрыл дверь, запалил бы этого всего дела и оставил бы нас там. Антикризис начался вообще очень, очень такая интересная у него история создания. Во-первых, это телеканал, который был создан за 39 дней. От начала, от идеи до первого эфира. Мы ориентировались опять-таки на MTV, на те программы, которые удавалось здесь по спутниковым каналам посмотреть. Потом телеканал Антикризис, он появился раньше, чем Муз-ТВ. И когда появился Муз-ТВ, тогда мы уже подумали, ё-моё, так вот оно же наше направление. Вот сюда же мы, оказывается, и шли. Но мы были первыми в Ангарске, понимаете? И вот действительно я загорелся этой идеей, и всё, ночи мои перестали быть ночами. Я спал там по два часа, приду к каким-нибудь друзьям, помыться, побриться. Два часа покемарив, побежал опять что-то делать. И вот интересно было наблюдать над переменами, которые происходят в людях, в которых я зажигал этой идеей. Вот пришли люди там, ну, можно сказать, с пустыми глазами. Я им рассказываю, что будет. Они как огоньки загорелись и побежали зажигать других. В конце это был такой интересный творческий клубок людей, объединённых одной мыслью, которые «да, вот это так, вот это так, вот это так, вот это здорово было». Был же прямой эфир, целых сколько? Четыре часа прямой эфир? Да, прямой эфир четыре часа. Он, конечно, не весь этот эфир был. Четыре часа там были... Врезки. Да, врезки ведущие, клипы, общение, приём звонков. А потом был фильм, мы смотрели фильм. Фильмы подбирали очень такие интересные, непривиальные. Такие, что у ее... Я вот сейчас вот сам бы их пересмотрел. Я не помню название, но там были такие... То есть то, что по телевизору, ты о ней увидишь в кинотеатре, не посмотришь. Рассказывали про спонсоров, они у вас очень интересные были. Ну, у нас были агентства недвижимости, и это даже были не спонсоры, это рекламодатели. Просто скажите о нас в эфире, ну, то есть в процессе четырёх-пяти часов, или там ролики вставляли? Нет, они рекламные блоки мы монтировали, вот, и у нас даже агентство, ой, агентство, досуговое агентство заказывали видеоролики для, собственно, рекламы. Представь себе. В эфире нет, не могу представить, сейчас нет. То есть, чтобы людям объяснить, отгорчанам, да, это раньше известное агентство «Мама Чоли» у нас такое было. Вот, были спонсорами. Николай, ну вот вы говорите, что они были прям рекламодателями, да, «Мама Чоли», а как вы приезжали прям к ним снимать ролик рекламный? А так это всё было? Ну, сначала мы это сделали, поскольку они говорят, мы хотим показать весь наш персонал, как они выглядят, не процесс работы, а так скажем. Весь кисок выгласили. Вот, но мы посмотрели, что там нельзя сделать что-нибудь интересное и красивое, хотя девушки были о себе высокого мнения. Мы ограничились тем, что взяли плейбойский ролик, порезали, где такие сцены поскромнее, там, пляж, там, что-нибудь, ну, подразумевает. Вот, и с номерами телефонов размещали. Это достаточно долго выходило. А какие темы обсуждались, если у вас были такие, необычные спонсоры, какие темы вы антикризисы обсуждали? Ой, да, разные. То есть и на злобу дня, там, наркомания, допустим, та же самая. То есть у нас были сюжеты на эту тему. Но происходило то же, что, допустим, происходит сейчас на радио. Например, объявляется какая-нибудь тема дня, посвященная празднику. То, что думает на этот счет. Вот, принимались звонки. Потом мы устраивали всевозможные игры. Одна из игр была следующая. Я уже не помню, как она называлась. Смысл в чем? Мы показывали кусочек какого-нибудь рекламного ролика, связанного со спортом. Зрителю нужно было угадать продолжительность, хронометраж этого ролика. То есть он должен был предположить, сколько он будет до того, как он выйдет в эфир. Если человек угадывал, то на работу утром он ехал уже на такси. У вас был небольшой штат сотрудников совсем. И передачу, наверное, это можно назвать больше молодежной, потому что выходила она ночью, правильно? Ну да, конечно. Ну хотя нам звонили и бабушки. Что вы за программу такую поставили? И там, мамка-то знает твоя, что ты тут крутишь. Говорю, бабушка, вам спать уже пора. Молодежный канал, что вам надо. Я специально в 6 утра проснулась, посмотрела. А сколько человек у вас работало в программе? Ну, наверное, человек 6-7, я сейчас точно не помню. Четверо девчонок ведущих. Парень один молодой. Роман Будаев. Он тоже интересный такой программ. Он все там про диджеев. Потом, кстати, про диджеев я заговорил. Мы устраивали, приглашали диджеев, которые играли в прямом эфире. Вот прямо вот пришел и играет ту музыку, которую он хочет. А со звуком нормально все? Нормально со звуком. Притаскивали с нефтехимика фонари. Там прямо вот реально такая дискотека. И в этом процессе, в перерывах, можно было задавать вопрос у диджея. У диджея спрашивать что-то там по музыке. Как это миксуется, например. Его предпочтение, увлечение. Было такое. И диджей в прямом эфире играл, и звонки принимались. А что там? Тут, короче, какая история. То есть, проходил телемарафон. Одним из ведущих прямого эфира этого телемарафона был я. Ну, я там всячески призывал, там, давайте все построим. И сказал, что... А, позвонил молодой человек, там, он говорит, 16 или там 14 лет. По закону, то есть, мне нельзя делать какие-то пожертвования, потому что я несовершеннолетний. Но я тоже бы как-то хотел подключиться к этому процессу. Я говорю, ну, так приходи, руками помоги. Там, наверное, мусор там надо будет, площадку там расчищать, там еще что-то. И в эфире так и сказал. Вот будет у меня отпуск. Я там пойду две недели от работы. Пошел в храм туда, на стройку. Надо было слышать те аргументы, которые я приводил, чтобы меня взяли. Поскольку... А зачем? Как бесплатно? Ты пришел бесплатно работать? Я говорю, да. Что-то украсить храма хочешь, наверное. Что-то не так. А где работаешь? На телевидении? Ага, журналистское расследование. Под прикрытием будешь-то что-то. Ну, через несколько дней меня допустили к работе. И, значит, где-то... Ну, сколько? Ну, наверное, 4-5 поддонов кирпичей. Это был мой вклад в строительство храма. Я там и каменщиком работал, и плотником. У нас в гостях был Николай Солодков, сотрудник телекомпании «Актис». Как давно вы прекратили работать в «Актисе» и сколько времени уже прошло? Вообще на телевидении я отработал 12 лет. В «Актисе» я проработал лет 5, наверное, или 6. Мы с вами узнали о том, какое было телевидение тогда, как все это выглядело, как все это делалось. Ну, на мой взгляд, интересно. Беседа очень интересная получилась. И у вас вообще все было очень по-другому. И так любопытно и интересно узнать было. Спасибо большое. Спасибо, Николай. До свидания.